Итак, у нас уже появился гость в студии, как и обещали вам рассказать о предстоящих мероприятиях в городе Запорожье. Итак, 20 апреля уже состоится премьера рекламных роликов. Какие будут в этот раз подборки, что это за ролики, расскажет наш гость. Итак, с удовольствием представляем Никита Щербина. Доброе утро. Доброе утро. Доброго ранку. Завжди чуешь Супер Кубок, уявляешь в себе какие-то спортивные змагания. Сегодня у нас мова идет про Супер Кубок, который вручается за найкрутейшую и найдорожшую рекламу. Да, все верно. Супербол – это как соревнование мирового уровня спортивное, так и рекламный фестиваль, которому уже в этом году будет 50 лет. Это юбилейный. Мы его решили привезти в Запорожье первый раз. В том году мы привезли «Канские львы». Это тоже фестиваль самых креативных рекламных роликов. Супербол по сути такой же, но… Ну, это как гламур в рекламе получается. Да, аспект больше идет на самые дорогие, самые креативные. То есть в том году была самая высокая цена за ролик – 5 миллионов долларов было. За 30 секунд ролик. Фантастик. А, ну, до речи, мы… Подожди, ну вот есть старая присказка. Главное, как там, любят шутить. Размер не имеет значения. Неужели бюджет в рекламе имеет значения? Ну, я не думаю, что бюджет сильно имеет значения. Ну, участвовать в таких фестивалях, я думаю, это является каким-то из главных показателей. Ну, на самом деле, если говорить о найкрасивейшую и дорожчую рекламу, это всегда была реклама автомобилей, а была реклама парфюмов. Та же реклама автомобилей, вспоминаем, BMW, там целую серию роликов, которые снимали там наикрутящие световые режиссеры. Там тоже Гайричи из Мадонны. Там, я думаю, бюджет достаточно серьезный. Ну, а при этом, если брать, например, другую автомобильную марку, Audi, она всегда тоже отличалась креативом и тоже дорогими роликами. Да, тоже интересно. Ну, а какие ролики ты для себя выделил, которые будут показаны и в каком количестве? Потому что мы привыкли, у тебя там то 100 роликов за 100 минут, то еще какое-то. То есть ты перейдешь с цифрами в этом году, кроме того, что это 50. 90 роликов. 90 будет роликов. И, кстати, здесь не сильно запомнил про автомобиль, когда мы просматривали. Я запомнил классные, смешные ролики про чипсы. Про чипсы? Да, вот американские такие чипсы, там очень креативные такие ролики. Просто я розумею, звідки берутся бюджеты на съемки роликов про автомобили, а с чипсами. Ну, видно, с чипсами тоже. А подождите, ну, одна из самых знаменитых реклам... Там Нева Мендес есть эти чипсы? Нет, ну, одна из самых знаменитых реклам, когда Леонель Месси, один из самых дорогих и высокоплачиваемых игроков, участвует в рекламе чипсов. Как раз почему нет. Дуже крутые рекламные кампании у спортивных фирм, там, у того же Найка, например. У Найка, да. В Пепси тоже. Не знаю, как сейчас, но раньше все тоже футбольные звезды. Беккер снимался всегда. Ты маешь памятать эту очень крутую рекламу, чтобы вы бачили с Зинедином Зиданом и целую копию других футболистов, ну, прозвища, которых я вообще не знаю. Ну, вот, скорее всего, реклама в Пепси. В Пепси была, где они играли, да, там, локации менялись в Пепси, да. Какие самые интересные рекламы, я имею в виду, каких самых продуктов и товаров ввошли этого года до переликов номинантов на Суперкубок? Все же таки, мои наблюдения по поводу парфюмов и автомобилей, они верны или нет? Да, там будет, как и автомобили, парфюмерия, чипсы, еда, напитки. Много очень будет рекламных роликов именно с напитками. По поводу выделить какой-то определенный для себя, наверное, выделю после 20 числа, когда полностью уже пересмотрю, а не так, как мы это делаем. Зазвичай, это какие-то европейские и американские виробники. А в отчизняне что-то там есть? По-моему, в этот Супербол не вошли и в том году тоже на Каннских филах тоже не было. Я знаю, что, например, в прошлогодних Каннских львах на Суперболе ребята подавались украинские на сам фестиваль и, по-моему, вошли тоже. Но они, опять же, снимали, киевляне снимали рекламу для зарубежья, не свою. То есть какого-то другого продукта. Скажи, ну вот есть, в принципе, какая-то там... Реклама про Дуфалак не має шансів потратить. Ну да. Еще такой вопрос. Ну, в принципе, обычно то, что вы устраиваете, это не просто для зрителей. Я так понимаю, есть какая-то еще условно миссия в самих фестивалях рекламы о том, что, в принципе, хотелось бы воспитать в Запорожье не только зрителя, но и креативщиков, чтобы кто-то рекламу снимал. Появляются ли вот такие люди у нас в Запорожье? Нам интересно привозить вот фестиваль рекламы тем, что, ну, у нас есть там прослойка общества. Ребята, те же студенты, маркетологи, рекламисты, которым это все нравится. И у нас энное количество билетов, мы пытаемся именно заинтересовать их привлечь. И, как бы, я не знаю, как с Суперболом получится или нет в этом году, но интересы у них уже есть. И очень интересная реакция людей, особенно в социальных сетях, когда пишут там, это я буду смотреть рекламу еще и платить там за это деньги. Да я дома посмотрю рекламу. Ирония, я певна, да, в цьому? Ну, насправді, хотілося б сподіватися, що подивні фестивалі якось вибьють із сучасних рекламістів тотальний несмак і зможуть перебити лінійне мислення на дещо метафоричне. Ну, Аня Микита вже розповідав про те, що одним із найбільш популярних роликів цього року є ролики про їжу, тож не будем зволікати, посмідемо разом з нашою рубрикою «Швидко та смачно». І, до речі, якщо у вас є питання до нашого гостя, не забывайте номер студії 213-46-24. Дякую за перегляд! От перші ці люди, які в експедицію поїдуть, вони ж це хвиток в один кінець, вони ж не поїдуть. Вони ж назад не поверюються. Він з Метом Деймоном поїде разом. Возможно, возможно. Ну, а що тебе більше подобається, якраз, може бути, коли був ще школьником, ти збирав, не знаю, там, якісь космічні одісії, може бути колекціонерів, якісь солдатів. Солдатики були, да. Хорошо, ну, давай все ж перейдемо к фестивалю рекламы. Ми вже помітили певну іронію в тому, що доведеться платити за те, щоб подивитися рекламні ролики, але має бути якийсь втішальний приз, якраз перед самим фестивалем. Якісь розваги, якісь плюшки мають бути. Так, це, як завжди, буде прем'єра 20 апреля в 19.20 в большому залі. В холі ми готовимо кінотеатр «Довженка». Кінотеатр «Довженка» 19.20. В холі буде фут-зона, буде еда, напитки, будуть настольні ігри, будуть ведущі, конкурси, подарки, музика. Тобто це буде фотографи, телеканал, це буде шоу таке. Люди перед входом в сам кінотеатр, в зал, в сам зал, 30 минут наслаждаються этим всім. В цю атмосферу ми їх погружаємо, потім приглашаємо в зал. Тобто це буде відкриття, буде класно, весело. Якраз під час цього свята можна спробувати зняти свій власний рекламний ролик і наступного року відправити його на супер-болу. Дарую абсолютно безпочтовну ідею. Як іноді знімають фільми чи рекламу на тому же Каннському фестивалі, просто зроблять так, що якоби герой попадає на фестиваль, і почему би нет? Одразу згадався мені Фредерик Бекбедир, 99 франків, там якраз є прекрасна аналогія з приводу того, як знімаються комерційні ролики для замовника, як вони робляться, так би мовити, для себе. Заради мистецтва. Я коли-то був на одному із твоїх мероприятий, і ти ділился цим впечатлінням о роликах, о том, що ти, в принципі, сам по себе увлекаєшся, увлекаєшся самою і процесом съємки, як це відбувається, компаніями, які це роблять. Для себе, самий останній ролик, який дивився тебе, своїм продакшеном, і итоговим результатом ролика. Може, щось власне тобі вдалося зняти за останні кілька місяців? Так. Ну, своє, звісно, я нічого ще не зняв. Все попереду. Я, к сожалению, поки ще не вмію. Крім рубашки, я зрозумів. Так. Ну, ми до цього стримуємося і йдемо. Але ролик не про це. Так. А по поводу рекламного ролика, ну насправді, мені дуже подобаються останні ролики, які знімає Рексона. Ось чесно. От Рексона, яка знімає серію роликів про маму, яка плачет. Мне очень нравится. Я люблю рекламу про маленькі зверятки. Они полностью поменяли свой концепт, они снимали другие, более там со спортсменами. Это с мюзиклами ролики. Были у них у Рексона, там негр часто снимался, качки разные, который кричит, а сейчас с мамами. Да, сейчас типа парень вырос, пошел к девушке, мама там плачет, за ним поет песню. Обязательно, у нас, кстати, есть телезрители, хотят задать вопрос нашему гостю. Алло, добре утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Задавайте вопрос нашему гостю. А скажите, как давно вы занимаетесь этим иисусом? Фестивальным рухом вы имеете на Азии? Чим? Чим рекламой? Ну последние, наверное, года два уже. Да, первый год. Я знаю, это даже больше. Даже больше. Первый был это немое кино с Майком Кауфманом Портниковым. И потом после этого пошло. И понеслось. Даже больше двух лет. Ну что ж, Микита Щербина сегодня был у нас в гостях. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода